В Ненецком округе подведены итоги электронных аукционов на содержание дорог на территории региона. Речь идет о содержании дороги Нарьинмар-Искателей, внутрипоселковых дорог Нарьинмар-Лаевош и Нахарьяги, а также дороги в поселок Красное. По результатам всех торгов уже определены подрядчики, с которыми будут заключены в ближайшие дни государственные контракты. Так, 7-километровую дорогу город Нарьинмар-Поселок Искатели, а также 12 километров внутрипоселковых дорог будет содержать с 9 октября общество с ограниченной ответственностью «Строюниверсал». В зоне ответственности предприятие «Лаевожская дорога». Стоимость работ по контракту оценивается в 98,5 миллионов. Содержать дороги на эту сумму «Строюниверсал» будет в течение полугода, с 31 марта 2021-го. Такие же сроки содержания Харьягинских дорог, которые обойдутся бюджету округа в 67 миллионов рублей, определены для предприятия «Темпдорстрой» из республики Коми. В зону ответственности подрядчика входят дороги Нарьинмар-Усинск протяженностью 73,5 километра с 13 мостами. Это участок от места окончания Зимника до границы Ненинского округа и подъездная дорога к поселку Харьягинский. Еще один подрядчик окружное предприятие «Автомаркет». В осенне-зимний период за почти 25 миллионов будет содержать подъездную дорогу в поселок Красное. На участке дороги Лаевош-Красное также находятся два моста через реки Петумбой и Лиственичное. Кроме того, подрядчик должен исправить последствия применения несколько лет назад так называемых нанотехнологий на 12-м километре дороги. Должны в рамках содержания убрать ту химию, которая в свое время была применена и соответственно участок, не помню, 200 метров. Мы все-таки надеемся его к зиме привести в порядок, который сейчас при рождях его размывает и он труден для проезда автомобиля. Этого события автомобилисты ждали давно, с тех пор, как на этом участке был проведен неудачный ремонт с применением современных технологий. Надеются они и на то, что этой зимой дорогу на Красное будут содержать должным образом, в отличие от предыдущего сезона. Содержать дороги в условиях снежной и заполярной зимы действительно сложно. Еще труднее расторгнуть контракт и оставить дороги без присмотра. Расторгнуть контракт, особенно зимой, для нас это проблема, потому что если я расторгаю контракт, пока я проведу новые торги, мне надо содержать дорогу. Кто это будет делать? Да, это проблема большая. И второе, в наших условиях, при наших средствах, усугублять сильно большими штрафами, денежными штрафами, но тоже чревато, когда подрядчик будет без денег, это тоже плохо. Но, с другой стороны, у нас еще и законодательство ограничено в размерах штрафа, то есть они не безразмерные, мы соблюдаем требования законодательства. В первую очередь, на работу направлено не то, чтобы наказать подрядчика и оштрафовать, а чтобы подрядчик выполнял свои обязанности и современно реагировал на все замечания. Если подрядчик не реагирует, в силу вступают предписания. Вопросы переходят в юридическую плоскость. 3 миллиона 800 тысяч рублей взыскали заказчики с подрядчика за нерадивое отношение к своим обязанностям в этом году. Напомним, средства на содержание дорог выделяются из окружного бюджета в рамках госпрограммы развития транспортной системы Ненецкого автономного округа. Лимит средств до сентября следующего года – 417 миллионов рублей. Ольга Русул, Михаил Веселов, Вадим Стасюк, Телеканал Север.